Всем привет, с вами Андрей Чент, и да, это новый выпуск Экстремальные способы экономии Ну что, давайте посмотрим, на чем же можно экономить Посмотрим, на чем экономят люди И я напоминаю, если вам эти выпуски нравятся, я очень буду благодарен за лайк под видео С радостью читаю ваши комментарии, ваше мнение, бывают очень интересные, смешные комментарии И у нас сегодня новый выпуск Мы начинаем Да, получается А встречаются страшные скряги На салфетках можно хорошо сэкономить Они не покупают, не тратят и унижаются Стирать одежду в бассейне, это странно Лишь бы добиться максимальных скидок Положи это на одной из бочек Это любители экстремальных способов экономии А потом, в общем, средствием купаются сразу Тренажерка И что? Люблю приходить в магазин спортивных товаров, чтобы позаниматься Когда я кручу педали, мне хорошо Я чувствую, как... Она на тренировку ходит в магазин Вот это... вот это вот лайфхак Поряжаюсь энергией И слушаю музыку Это магазин Мне нравятся ощущения после тренировки Вот это ваше Я вижу Дженни примерно дважды в неделю Когда она появилась впервые, я подумал, что она присматривает себе тренажер Большинство покупателей приходит опробовать снаряжение два или три раза, прежде чем приобрести Спасибо вам большое, ребята, удачи в этом сезоне Посмотрите, у вас, пацаны, реклама сразу на месте Тут... Жесть какая Хотя, Натя, могли бы сказать, вам там запрещен вход сюда больше Вы, может, сюда не приходите, но нет То ли седьмой раз я понял, что Дженни не собирается ничего покупать Мои привычки могут показаться странными, но я не стесняюсь никому их демонстрировать Я ими довольна Скажи пока Пока-пока Пока Вместо тренажерного зала я занимаюсь в спортивных магазинах по 45 минут в день Хорошо Пока, Эд Абонемент в тренажерный зал обошелся бы в 75 долларов в месяц Но в спортивном магазине я занимаюсь бесплатно Вот это лайфхак Но мне почему-то кажется, если ты так сделаешь У нас тебя в лучшем случае пошлют Сомневаюсь, что тебе разрешат так каждый раз ходить У нас вообще часто в магазинах пишется Так, на беговую дорожку не вставать Там то не трогать А тут прям, надо же так пришла с полотенечком Но уже привыкла этим заниматься Я довольна, когда мне удается не тратить много денег И все равно добиваться своих целей Я ненавижу тратить деньги на то, чем не пользуюсь постоянно А помыться после тренировки? В среднем большинство людей заправляет машину один-два раза в неделю Полный бак обходится им в 60-70 долларов А ты что делаешь? Но они возвращаются домой, ставят машину в гараж И никуда не едут 60 долларов за то, чтобы сидеть дома Здравствуйте, можно заправиться на 3 доллара 36 центов? Конечно можно С бензином дело обстоит, как с макияжем Чем меньше, тем лучше Меньше купишь, меньше потратишь Больше экономишь Чего? Я заливаю не больше 4 литров бензина Всего 4 литра Это экономит мне деньги Я меньше езжу А в чем экономия? Я что-то нихрена не понял Ну, ты можешь заправить больше, просто меньше езди Чего-то нихрена я не въехал А в чем экономия? Надо едешь, не надо не едешь Он же не испаряется Чего-то хрень какая-то Я считаю, что приходится оплачивать много счетов И я пытаюсь урезать их, как только могу Это мой туалет Здесь я экономлю на воде Лучший способ это сделать Замещение воды Я кладу в бачок кирпич Уровень воды немного поднимается И она расходуется не так сильно С тех пор, как я стала это делать Плата за воду сильно уменьшилась В месяц мы тратим на 1300 литров меньше В 2006 году мы купили дом за наличные И тем самым сэкономили Бассейн продавался вместе с ним Я сохранила его У меня трое детей И мы не ездим в дорогие путешествия Так что я решила Купание в бассейне вполне сойдет за воду А мне кажется, что бассейн немного в плесени Мы старались продумать Все возможные способы сэкономить На содержании бассейна Чтобы тратить на него меньше денег Нужно уменьшить размер бассейна Как с кирпичом в бачке унитаза Экономия Я беру ненужные пластиковые канистры И наполняю их песком А зачем? Для стирки? Я возьму Давай, Амиго Вперед! Раз, два! Давай! Ну, у детей игра интересная Я люблю прыгать с этих штук Они мне нравятся Братья-близнецы на лице замазаны Мне нравится понимать все канистры Я люблю на них забираться То есть мать, наверное, потом сопретила детей показывать? Больше ни у кого в городе на дне Бассейна не стоят бочки и канистры с песком Никто так не делает Да Я привыкла экономить с самого детства У папы был небольшой бизнес И он искал способы удержаться на плаву в тяжелые времена Он начал меня выслить нестандартно Нам бывало нелегко, и это повлияло на мой характер Я научилась решать проблемы Мы всегда находили выход из сложной ситуации Я стираю в бассейне, потому что в нем химические вещества, похожие по составу на моющие средства Стирка в машинке И вы в этом же плаваете Прикольно Стирать одежду в бассейне, это странно Мы как будто в 1912 году Такое чувство, что в любой момент к нам во двор может зайти Бенджамин Франклин Иметь бассейн очень дорого, и я все время ищу способы сэкономить на его содержание Так ты химию заливаешь в бассейн, вишнем плаваете Чистка и тому подобное стоит много денег В среднем владельцы бассейнов тратят на их содержание 3200 долларов в год Вместо того, чтобы обращаться к чистильщикам бассейнов, мы используем соду В ней те же вещества, что и в чистящих средствах Но она дешевле Сода стоит 40 центов за полкило А химикаты — доллар 10 центов за тот же вес Борный порошок поддерживает кислотно-щелочной баланс Скинмер сломался Я взяла пару колготок, натянула поверх него Вот вам и скиммер Новый не нужен Эси, что есть скотч? Покрытие для бассейна стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов А пузырчатая пленка очень дешевая Она покрывает весь бассейн Мы кладем ее на ночь, вода под ней не остывает И в нее не попадает мусор Все, пошли Пузырчатая пленка удерживает испарение воды И экономит Жене примерно 100 долларов в год на потребление воды Я нашла много способов сэкономить на всем, чем мы пользуемся Но цена содержания бассейна беспокоит меня Самое дорогое в нем – это фильтрация воды Воду в бассейне необходимо очищать, иначе здесь будет болото Да Вот моя проблема Каждый месяц фильтр для бассейна обходится в лишние 200 долларов Дома с бассейнами потребляют на 40% больше энергии Я работаю над этим Хочу найти новый способ пользоваться фильтром и не платить за это А, новая тренировка Что она делает? Что здесь происходит? Вы не могли бы подержать этот ремень вот здесь? Ладно Берегите пальцы Если удастся создать генератор энергии для фильтра Щита за свет станут меньше Это наверняка сработает, нужно лишь крутить педали С помощью педали Дженни крутит ремень, запуская автомобильный генератор Тот приходит в движение и создает электрический Это типа, когда вот крутишь педали, появляется в доме свет, да? Это она хочет, когда дети будут купаться, крутить педали? Ого Иногда нужно мыслить нестандартно Это точно Дженни надеется создать достаточной энергии, чтобы включить фильтр Сколько стоит тренажер? 199 долларов Отличная сделка Нет, это много Он назвал цену в 200 долларов И это был удар Хотел бы я сделать скидку, но не могу Мне это непосредственно обидно И что она будет делать? Из велосипеда соберет, типа, наверное, какого-то? Я могу позволить себе что-то подешевле Перейдем к запасному плану Ну, велик купить Ну, как мне кажется Какая-то распродажа, наверное, да? Я ни за что не плачу полную цену Оно того не стоит Короче, распродажа в доме, да? А, вон велик нашла какой-то В девяти случаях из десяти можно найти товар за меньшую цену Или сделать что-то самой Идеально Хорошо Прекрасно тянется Я с этим разберусь Подержите Вот так Нужно помедленнее Натяните как можно туже Меня не волнует, что люди думают о моих привычках и поведении Что они говорят Мне нравится экономить Сколько вы хотите за велосипед? Я не могу продать дешевле, чем за 25 долларов Согласна Хорошо По рукам Я очень довольна Удачная сделка Удачная сделка Вот, смотри, как сэкономила Я мастер на все руки Пошла в отца Ммм, прям руки не из жопы С инструментами мне проще, чем с кисточкой для макияжа Поняли Мои близкие довольны тем, что я экономная Они никогда не знают, что еще я придумаю Смотрите, провода Им нравится наблюдать за моими проектами Плюс-минус Ремень Ладно, запускай Готово Плохо Все заработает, сынок, не волнуйся Сейчас мама немножко газка добавит Запускай Запускаю Да Да Получается Пошла машина работает Мой генератор отлично заработал Пришлось пару раз немного повозиться с ним Но через 15 минут все пошло как по маслу Не, ну мозговидная память Который, вы слышите, это звон денег Как будто мелочь падает в мой кошелек Я экономлю деньги Звон мелочи Вот что это О, тебе и спорт Слышите? Отлично получилось Теперь буду думать, как бесплатно снабжать светом весь дом Всю семью на велосипеды Однажды я пришел домой, а все наши вещи пропали Я думал, нас ограбили Экстремальные способы экономии Экстремальные способы экономии Молодец, конечно, сообразила Как сэкономить И спорт теперь И тренировка теперь уже дома И бассейн работает Это типа она купила? Это очень милый парень Он работает в больнице И сообщает мне, когда люди выписываются Вот так Шлет мне сообщение, и мы встречаемся Типа можно собрать там цветочки, шарики Я работаю в отделении неотложной помощи Цветы, оставшиеся после выписки пациентов, обычно просто выбрасывают Риэлторы тратят примерно от сотни до тысячи долларов на цветы, чтобы украсить выставленный на продажу дом А я потратила ноль долларов на цветы для своего дома Риэлтор из Южной Калифорнии Лиза Ди Меркурио Продает дома за миллионы долларов Но относительно траты на работе и дома Она неуступчива Риэлторы живут на комиссионной Не зная, когда снова получат деньги Я могу уладить дела за месяц А потом несколько месяцев просидеть без денег Но счета продолжают приходить Поэтому я экономно и не трачу деньги Возьмем комод А еще я хочу вот эту лампу А вот это забирать? Нет, это мне нравится больше Будет лучше смотреться в доме До того, как стать риэлтором, я работала в профсоюзе Можно сказать, выбивала долги Я вела учет должников и к тем людям, кто отказывался платить, посылала крепких ребят Моя мама самый экономный человек Она все делает по-своему Я не могу этого изменить Для большинства риэлторов дома обставляют профессионалы Они берут 5-8 тысяч долларов в месяц в зависимости от размеров дома А я беру картины, ковры и мебель из своего дома и обставляю все бесплатно Я экономлю несколько тысяч долларов каждый месяц Обставляя дом на продажу своими вещами Однажды я пришел домой, а все наши вещи пропали Я не пол, типа она забирает из дому свои вещи для того, чтобы там дом не казался пустым То есть, ну она эти вещи не продает То есть, для вида, вот смотрите Нравится примерно, как выглядит А потом она обратно забирает эти вещи, когда дом сдала Аааа, ничего себе, многоходовочка Я думал, нас ограбили Но я ошибся Мой дом остается совершенно пустым Ничего нет ни на стенах, ни на полу, никакой мебели Они все с дома уносит Мои дети удивляются, нас ограбили? Да, в моем доме ничего не остается Разве что диван, чтобы присесть И это все Чтоб там казалось более-менее Подушки и одеяло я получаю от своей подруги Она убирает в доме юриста команды «Бронкос» А это ставит метки, я что забрать? В этой семье не используют постельные принадлежности и белье второй раз И она отдает их мне Так что все это досталось мне бесплатно Помогает обставлять дома Я использую салфетки примерно дюжину раз Пару раз по прямому назначению Потом как-нибудь еще Например, их полезно положить в обувь Тогда она лучше пахнет Еще я удаляю ими макияж с лица Или чищу сантехнику в ванной А если подвел дезодорант Всегда можно быстро поправить дело салфетками После пяти использований я стираю их И развешиваю на специальных маленьких крючках, чтобы высохли А потом нахожу им новое применение Мои клиенты очень ценят то, что я не царапаю полы, передвигая мебель Салфетки, закрепленные резинкой, помогают двигать ее, не предупреждая пол Это королева салфеток Экономит Лизе 53 цента в день на гигиенических и хозяйственных средствах, а также защите пола Маме нравится экономить, а я считаю это одержимостью Потому что не пошел бы на такое, чтобы сохранить лишние 50 центов Мой муж был букмекером И хорошим игроком Мне не приходилось так сильно экономить, пока муж был жив Но его не стало, денег теперь гораздо меньше И мне приходится делать все возможное, чтобы содержать детей Комиссионные Лизы 5% Примерно 70 тысяч долларов Если удастся продать дом, который она готовит к показу Средя свои расходы к минимуму, она экономит буквально на всем Нихрена себе 70 тысяч баксов Можно и вывезти стол из дому Я тогда согласен Вы знаете, идея а-ля вынести что-то из дому, чтобы заработать 70 кусков Звучит уже не так уж и плохо Хера сегодня комиссионная Хорошо, поставь этот стол в дальний угол, вон туда Я экономлю клиентам тысячи долларов, придавая полам блестящий новый вид своим пароочистителям Химические средства не нужны, только вода, так что это бесплатно И не нужно оплачивать полировку полов Иногда полировка в одной комнате стоит 2-3 тысячи долларов Это она, пришли на осмотр уже? Привет! Поставьте этот диван вон там у стены Да, просто здорово, мне нравится то, что вы принесли, отлично Готовя дом к показу, я приглашаю поставщиков, чтобы они бесплатно выставили свой товар Положите этот ковер в гостиной А, типа с цениками? Договорилась так? Совсем другое дело Типа, захотите, может это для вас это все и купит? Какие красивые цвета! Мне нравится! Вот это молодец! Видно сразу Мой брат профессиональный художник, он отдает мне краску, остающуюся от его проектов Обычно люди окрашивают комнаты целиком, и каждая обходится им примерно в 500 долларов У меня есть хитрость, я просто закрашиваю мелкие пятна Они исчезают, и кажется, что вся комната окрашена Я экономлю клиентам тысячи долларов на покраски дома А я понять не могу, а оттенок, ты ж не попадаешь, скорее всего, правильно? Там же не у всех краска одна и та же, блин, тысячу домов, и все красят только одним цветом Как ты можешь знать, в какой оттенок попасть, я понять не могу? Оно ж будет видно, разницу в оттенках, в цветах Один трюк на два доллара Я беру маленький пробник краски и вместо окрашивания стен просто снимаю крышку и прячу банку под раковиной Пахнет так сильно, словно покрашена вся комната Лучше всего продать дом помогает запах печенья, он вызывает у людей желание купить дом Я просто кладу одно печенье в микроволновку, этого вполне достаточно, чтобы добиться нужного запаха Чтобы прозвонила, она поплавила аж Подготовка дома закончена, и вся она, включая мебель, цветы, аксессуары и отделку Обошлась Лизе в 2 доллара 37 центов вместе с краской и печеньем Мои показы сплошная выгода для всех Поставщики бесплатно выставляют товар на продажу Я получаю небольшой процент и бесплатно обставляю дом Я бы пришла посмотреть дом, где есть угощение, где еда, там и риэлторы Я скажу, вот знаете, вот одно, ну женщина мозговитая, конечно, возможно Когда ты понимаешь всю эту кухню изнутри, где-то это кажется странным Ну, я скажу, мозговитая баба Прям так вот умудрится, то есть мебель на шар, так еще поставщики сами хотят ее поставить, чтобы ее продать Цветочки забрала, там все, там у тебя пахнет свежей краской, тут тебе пахнет печенькой И можно 70 кусков заработать с продажей дома Я дешево покупаю еду, прихожу в продуктовый магазин в конце дня и покупаю оставшийся товар за полцены Это очень выгодно, можно устроить королевский пир за небольшие деньги А вот тут я скажу честно, мы тоже, бывает, вот так вот заходили в эпицентр Там есть тоже кухня, и там вечером начинают продавать все за полцены, чтобы на завтра не свежее не оставалось Да А что, и вкусно, и приятно сэкономить Все, что, давай Будешь то, нет, у меня лайфхаков столько нету Я вот это единственное, на чем сэкономил Это покушать за полцены Под закрытием У меня нету такого большого послужного списка Ну, барышня мозговитая, хочу сказать Открывая дом для просмотра, я ставлю объявление о продаже мебели и картина Это привлекает больше посетителей Добро пожаловать на просмотр, я Лиза Ди Меркурио, рада познакомиться У нас есть мебель и ковры для продажи и предметы искусства по выгодной цене Короче, она понимает, что если вдруг не продам дом, то могу продать как что-то из того, что приставили туда магазины А там тоже получу какой-то свой процент По факту у нее она открыла как бы свой магазин в доме, который продает Вот это двойной бизнес Не, ну у нее прям экономическая бизнес, жука стопудов есть Что-то понравится Вы продаете дом или здесь аукцион мебели? Я осмотрюсь Отлично, спасибо Я пришла осмотреть дом, но решила оглядеться Самое лучшее здесь, если вы купите дом, вам не придется ничего заново двигать или украшать Красиво Пахнет свежей краской Мне нравится ковер Есть другие цвета? Да Я никогда не бывал на таком показе дома Довольно странно, но дом выглядит потрясающе, хотя мебель меня не заинтересовала Пахнет печеньем Это мне нравится Это был отличный показ Картина и мебель помогли мне представить нашу будущую жизнь здесь Согласен, это реально помогает Не знаю, стану ли я покупать дом, но я точно куплю этот обеденный стол Да Вы можете купить все, что вам понравится Там расклеены ценники Спасибо Никогда не перестану экономить Мне нравится беречь деньги Это приятнее, чем выиграть в лотерею Я помогаю маме обставлять дома для показа вот уже пять лет Устал ли я? Да, я устал Но в итоге все Не, ну я скажу, мама все же молодец Знаете, это один из тех выпусков экономии, где, ну какая-то интересная экономия Ну не просто какая-то бредовая и вышедшая вон из нормального ума То есть ты смотришь, ну типа, ну додумалась же То есть, ну молодец То есть вот мебель продать У тебя как свой шоу-рум И люди реально, когда мебель стоит, вот согласитесь, ты уже себя представляешь в этом всем Это не то состояние, когда ты приходишь просто в голые стены И вы просто голые стены Ну и это такое себе А когда ты уже видишь какое-то представление в мебели Это сразу появляется У тебя больше желания купить, представить, пофантазировать Ну молодец, что я могу сказать Да, появляется свет в конце туннеля Можем добавить шкаф У нее есть свое мнение Думаю, это значит да Показ прошел отлично Теперь нужно, чтобы Винни отвез мои вещи домой Программа озвучена на студии Беллес Текст читали светлые Все? Продажа дома успешна? Если нужно, чтобы вещи отвезли, значит дом продан? Или так сказали, в общем-то, на финалочку Блин, ну прикольный выпуск получился То есть такая вот экономия Но согласитесь, очень все интересно выглядело Прям очень забавно С радостью прочитаю ваше мнение Буду благодарен за лайк под видео И не забывайте подписываться на канал Не нужно смотреть по рекомендации Потому что рекомендация такая штука Сейчас показала, раз не показала Что-то пропустили, что-то не посмотрели А потом, ой, а этого выпуска даже и не видела Или не видел А так всегда будете получать себе Новый контент А нажали колокольчик И сразу еще приходит оповещение Что у Ченда новый выпуск И увидимся уже в новых видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok